Здравствуйте, дорогие зрители! Мы продолжаем наше увлекательное интервью с Леонидом Севастьяновым, председателем Всемирного союза староверов. В первой части этого интервью мы говорили об истории жизни, мировоззренческом пути самого Леонида. Затронули, конечно, темы, имеющие большое общественное значение, вплотную подошли к центральной, скажем так, фишке, на мой взгляд, того, о чем сейчас Леонид пишет, о чем была публикация в новой газете на нашем портале Кредо Пресс. Это о своем блоге, об этом говорю. Свой блог, разумеется. Ссылку на который вы сможете найти в описании под нашим роликом. Рекомендуем его смотреть, и вы можете через портал Кредо Пресс также самые свежие выпуски этого блога отслеживать в ленте наших новостей. Меня зовут Александр Солдатов, я главный редактор портала Кредо Пресс, о мой соведущий, коллега Дмитрия Мартушенко, пастор Леонидовской церкви города Калу. Да, переходим к этой главной фишке, как я ее назвал, но переходим нерезко. Я вам хочу задать предварительный вопрос, связанный с коронавирусным испытанием, через который все церкви проходили в прошлом году, проходит и в этом году. Но официальная точка зрения, сформулированная РПЦМП, звучит так, что это моровое поветрие, за каждой литургией специально возносится молитва о прекращении этого поветрия, что это некое испытание, посланное Богом в земле, которая развратилась, впала в такие тяжелые грехи, которых не было еще в истории человечества, особенно Запад развратился. Ну а мы, как заложники Запада, от этой глобальной катастрофы тоже несем определенный вред, тоже вынуждены на себе испытывать ее действия. Согласны ли вы с такой, как бы, ну, брутально негативной оценкой этого явления? Ведь действительно коронавирус уносит жизни миллионов людей, многие люди страдают. Вот, сводится ли смысл к такому божественному наказанию? Я считаю, что, в принципе, такая позиция, она на самом деле является богохульной. Богохульной в том смысле, что творцом является Бог, творцом всего сущего, всей реальности. И пытаться сказать, что ты по какой-то причине имеешь большую ценность, чем другие Богом созданные творения, мне кажется, является или прелестью, или, так сказать, завышенной самооценкой. Бог создает реальность такой, какой он ее видит и какой он считает, она должна быть. Понятно, что также в нашем организме, в нашем сознании он закладывает необходимость борьбы за свою жизнь. В принципе, есть разные мнения по поводу, почему так устроен мир, но мир на данный момент устроен так, как глобальная система конкуренции, где каждое сущее борется за свое место по Солнце. Не только живые организмы, а даже неживые организмы, планеты, звезды, они находятся в конкуренции. Все это, когда мы на это смотрим, все это прекрасно. Но если жить их жизнью, то они также страдают, также сражаются за свое существование. В этом смысле вирус, он является одной из форм жизни. Вирусы являются, то есть они имеют в каком-то смысле нейтральную моральную корреляцию. Они просто хотят жить, грубо говоря, так же, как и другие бактерии, так же, как и другие организмы вокруг нас, так же, как и хищники, которые находятся вокруг нас, так же, как и мы. И в этом смысле между собой мы конкурируем. Мы должны, конечно, сражаться за свою жизнь. Но если мы, допустим, пойдем в лес, нас встретит голодный медведь, убьет и съест нас, то в этом тоже не Бог виноват. То есть в этом виновата наша неразумность, наша безответственность. Наша греховность может быть в том смысле. И греховность в том смысле. Это так же. То есть мы должны понимать и быть более смиренными, что мы всего лишь, так сказать, человек, яка же трава. Вот как мы такие же, как трава, которая сегодня есть, завтра она цветает и умирает, и становится частью какого-то другого организма. Соответственно, конечно, мы должны отнестись, если мы более смиренно относимся к этой проблеме, мы становимся более ответственными. То есть мы не надеемся на какое-то чудо, мы не надеемся только на иконы, на молитвы. Все, молиться нужно. Но позвольте небольшое уточнение, пока мы не ушли, так сказать, в теорию этого вопроса. Какое первое возражение может прийти со стороны носителей традиционного православного сознания, что в отличие от травы, вирусов, прочих живых существ и неживых, человек наделен образом Божиим и призван уподобиться Богу, является образом и подобием. В этом смысле он единственное такое зримое, явное проявление Божьего присутствия вот в этой, так сказать, экосистеме, про которую вы говорите. Здесь, получается, некие низшие формы, даже балансирующие на грани жизни и смерти, как вирус, нападают на саму икону Божества, присутствующую в мире в образе человека. Да, и не только так бы возразили на мой аргумент. То есть прежде всего я бы спросил, я бы тоже согласился, но сразу же бы задал вопрос, а что есть человек? То есть что мы подразумеваем под человеком? На ваш аргумент, я думаю, что православные также бы другой аргумент привели, сказали бы, да, всё это так, но Бог воплотился именно в человека. Бог не обоживал траву, Он обожил человека. И в этом смысле человек является, так сказать, Божественной реликативой. Но у меня вопрос будет такой же. А что есть человек? То есть и что вы хотите сказать, что в Божественном теле Иисуса не было бактерий? Или что вы хотите сказать, что человеческое тело Иисуса не состояло на 10% из бактерий? То есть вы уберёте бактерий, которые живут в человеке, являются неразрывной частью человека. Во-первых, человек умрёт сразу. Конечно, да. Понимаете, да? То есть бактерии, они не просто, вот сейчас этим занимается современная медицина, изучает так называемую пробиоту, то есть как бы изучает содержание кишечника и приходит к выводу, что не только наши болезни очень часто связаны с теми или другими бактериями, да, но и наши настроения, модель поведения и так далее, то есть как бы от тех или иных бактерий и тех или иных вирусов. То есть человек, он является частью живого организма. Вот я состоюсь из каких-то атомов, из каких-то клеток, но, да, каждые, допустим, 7 лет мои клетки обновляются. Ну вот атомы, допустим, химический элемент, да, который находится во мне сейчас, возможно, они, там, грубо говоря, полгода назад были частью рыбы, которую я съел. Вот. То есть моё тело, оно совсем недавно было, так сказать, собственностью не… Ну, это только тело, тело — это тело, то, чем вы обладаете, это не вы сами. Да, если я говорю, то есть я к чему веду, что мир, он настолько взаимосвязан, вот, и в этом смысле, конечно, я не хочу сказать, что христианство несёт ответственность, да, да, вот, то есть как бы я считаю, что не христианство, а неразумное восприятие христианства ответственно, мне кажется, за то, что произошло с миром в последние, так сказать, несколько веков, когда как раз такая позиция, которая ставит человека во главе угла всего, позволяла людям уничтожать всё остальное. То есть как бы люди не видели ценности, причём это не касается, я не говорю, там, про православие или Россию, то есть как бы, ну, Америку, если взять, то есть там уничтожили полностью, там, бизонов, уничтожили огромные виды живых организмов, да, то есть просто как раз из-за этой позиции, что да, я человек, я образ Божий, а всё остальное, оно не имеет никакой ценности. Ну, это не так, потому что как раз Библия сама, да, то есть как бы Давид говорит о том, что всякое дыхание дохвалит Господа, да, то есть как бы всякое, всякое живое организм, он, в принципе, вот с точки зрения как раз христианской догматики, он невозможен без постоянного божественного присутствия, да, то есть как бы сама жизнь, сами формы, то есть все бы, все бы молекулы, они бы просто разлетелись, То есть, как бы, все, реальность, она просто невозможна, без божественного присутствия, без обожжения. И в этом смысле, конечно, Бог, он выбрал человека для воплощения. Но это не значит, что ценность других организмов теряется. Или что он отказался от других организмов только, так сказать, для поддержки человека. Вы сказали о таком тезисе, как глобальная конкуренция, что она порождает вот это вот развитие. А давайте поговорим о таком тезисе, как глобальное сотрудничество, которое, по сути, возникло как ответы на эту конкуренцию. То есть, по сути, сегодня и в экономической модели, и в других моделях взаимоотношений присутствует такая кооперация, коллаборация. Скажите, как вообще, в том числе, эпоха коронавируса повлияла на возникновение, может быть, каких-то новшеств в церковном мире, в церковном служении? Да, да. Ну, я согласен с вами, кооперация, то есть, это часть, как раз, или неразделимая вещь, так сказать, с конкуренцией, да? Ну, грубо говоря, вам, вы не можете для продолжения своего рода сами родить и воспитать ребенка. Вы кооперируетесь с кем-то для того, чтобы продвинуть ваше дело. Ну, это не нововведение, а вовсе с конкурирующим полом, по сути. Ну, совершенно верно, да. То есть, и, допустим, даже в любой деятельности вам нужна обязательно кооперация как раз для конкурентных преимуществ. То есть, это вещи нам очень взаимосвязаны, да, поэтому вы правильно говорите, то есть, они не противопоставляются друг другу, а наоборот, мне кажется, соединяются. Чем более человек хочет быть конкурентоспособным, тем больше у него должно быть связей, кооперационных связей, как ни странно. Да, да, да. И вот как раз, то есть, я это как бы называю, на самом деле, я это называю блокчейнным сознанием. Вот, то есть, как бы человек создает вот эти вот связи, которые на самом деле не выстраиваются в единую пирамиду, которые в каком-то смысле даже независимы друг от друга, но которые в итоге дают ему конкурентные преимущества. Вы говорите о сознании. В этом сознании появляются какие-то новые ценности, которые, ну, являются не такими уж привычными и классическими, как, например, деньги, территории и, там, власть. Деньги, территории — это инструмент, вот, это инструмент, который... А в блокчейне появляются какие-то альтернативы? И, соответственно, инструменты, они меняются, то есть, как бы, в зависимости от развития технологий. То есть, земли, они были ценные, когда человек понимал, что они ему необходимы для пропитания, как это появилось. Вот спросим более прямо, что заменяет в блокчейне деньги и территории? Ну, какие там дериваты, деривативы? Ну, блокчейн, я на самом деле не являюсь, как сказать, техническим специалистом. То есть, я не занимаюсь майнингом, не занимаюсь криптовалютой. То есть, я всего лишь беру эту модель, так сказать, техническую, для того, чтобы ее представить как возможную, так сказать, модель для общественной кооперации, как раз. То есть, для современного устройства институций, в том числе и таких, как церковь. Вот. При феодальном устройстве, как раз, когда основной ценностью была земля, потому что только земля давала продукты питания, и деньги, как сказать, как инструмент обмена этих продуктов питания, иерархия являлась основной, так сказать, системой общественного устройства. Феодал, то есть, он как раз нанимал крестьян или закрепощал их, вот, им позволяло обслуживать землю и питаться от нее, и основные, как бы, вершки, вершки, корешки, наоборот, брал себе. Блокчейн его сознание, да, оно не подразумевает, что человек сейчас привязан к какой-то территории, к какой-то одной культуре, к какой-то одной религиозной даже традиции. Блокчейн его сознание, оно подразумевает, что у вас друзья, они находятся в разных парадигмах. То есть, у вас друзья даже могут быть, находиться в разных религиях, в разных культурных, языковых, экономических парадигмах, но в итоге они становятся частью вашей общины. Вот, то есть, когда ваша община, она является не результатом, так сказать, принадлежности, ну, прежде всего, наверное, какой-то крепостной принадлежности, да, то есть, как бы, или к земле, или к заводу, вот. Вот, а ваша община, она в силу, опять же, технологий, она становится виртуальной. И, в принципе, ваши, как сказать, члены этой общины могут быть люди, с которыми вы никогда и не увидитесь. Ну, вы употребляете слово друзья, а дружба без доверия, без репутации у вас, как друга, невозможна. То есть, может быть такое, что эти ценности, как раз вот эти альтернативные, они заключаются в том, что вам необходимо иметь доверие, то есть, ну, как-то быть честным человеком по отношению к своим партнерам, или, как, можно сказать, друзьям в сети. И только тогда вы можете достигать какого-то успеха. То есть, это ориентация на другие ценности. Да. Ну, доверие, оно тоже такая вещь относительно, то есть, относительно чего. То есть, обычно, то есть, мы подразумеваем относительно достижения каких-то общих целей, да, если там люди решили, что вот они вместе там пойдут на охоту и вернутся, да, и вот все происходит, то есть, у них появляется доверие. Если один другого бросает в момент охоты, то сразу же происходит, так сказать, недоверие. То же самое и касается вот этих новых общинных структур. Здесь нужно понимать, так сказать, что является целью, можно сказать, вот такого общения, да, что является, как сказать, базисом. Только маленькое уточнение. Речь идет о гражданских общинах, да? Об общинах, как новом базовом элементе организации общества. Ну, сейчас, как ни странно, да, как ни странно, сейчас все переплетено. Это, опять же, вот я говорю, сознание блокчейнного, да? То есть, как бы, религия, она переплетена с общественной, с культурной жизнью. Вот, и очень сложно выделить одно от другого. Если раньше, допустим, вот в той же старобряческой традиции очень было распространено, что человек, он замыкался в своей общине религиозной. Почему? Потому что, в принципе, религия или вот эта община религиозна, она обеспечила ему, так сказать, все другие потребности, включая культурные потребности, экономические потребности, то есть, они как бы вот вместе там пахали землю или обрабатывали это, политические какие потребности, да, то есть, они как бы кооперировались вместе. То есть, сейчас очень сложно найти общину, где, в которой, ну, может быть, только там американские аймиши, да, где они там как раз живут по тому же старому, так сказать, принципу. Сейчас в современном мире, где, в очень мобильном мире, да, то есть, как бы мы очень быстро перемещаемся из города в город от друга к другу, да, то есть, как бы меняем свои какие-то интересы, в том числе политические или культурные. То есть, понятно, что эта община, она становится мобильной, но, но все равно у религиозного человека стержнем является религия. Вот. И в этом ключе, то есть, как бы этот человек религиозный, он всегда является главой своей общины, понимаете, да, то есть, такое, ну, легко понять, в том смысле, что, если мы возьмем, допустим, там... То есть, вообще не должен быть только один такой яркий, религиозный, харизматичный человек. А если там несколько, и они конкурируют друг с другом? Нет, не об этом речь. Речь не об этом, то есть, речь о том, что, допустим, ваши друзья, они отличаются от моих друзей, хотя есть какие-то общие друзья. То есть, то же самое у вас, как бы, со сети друзей. То есть, есть какие-то общие, как бы, друзья, допустим, с нами, ну, так сказать, нет такого, чтобы, допустим, у нас были, вот, на 100% одни и те же друзья. Вот. И в этом смысле только, то есть, вы уникальны тем, что, вот, как бы, набором друзей. Понимаете, да? И в этом смысле, то есть, как бы, каждый человек становится, как бы, главой своей общины, потому что эта община является только вашей. Она не может быть. А, но при этом она входит еще в миллион других общин. Именно. Это и есть блокчейн. Блокчейн, я с вами знаю. То есть, каждый человек, он является пастором своей общины. И он, как бы, ответственный за свою общину, потому что он ее создает только. Эта община имеет какие-то очерченные границы? Это все зависит от человека. Это все зависит от человека. Каждый в основном, он сам. В основном, то есть, общины, вот, в силу того, что мир, как сказать, перемешан, вот, сложно создать общину только по религиозному фактору. Вот, потому что вы, допустим, там, если заболеете, да, то есть, у вас будут там свои интересы, грубо говоря, да. Если вы там пошли в академическую, там, сферу, у вас там другие интересы. Если я там в мире бизнес, и у меня свои, и я не могу, допустим, заниматься бизнесом только из, там, позиции старовера ли ты или нет. Могу ли я там с тобой подписать договор или нет, да. Вот, а бизнес, допустим, он там втягивает в какие-то отношения, выстраивает дружеские отношения. И в итоге даже человек, допустим, иудей, а я старовер, мы можем быть друзьями и заниматься бизнесом, да. И он является частью моей общины. Вот, моей общины, уникальной общины, где только я могу быть председателем. Ну, вот эта кооперация, она возникает, когда происходит какое-то действие или в ответ на какое-то действие. И если это возникающая, как бы мотивирующая часть, то тогда что, кроме там богослужений или там поклонений, может быть драйвером для такого развития, для развития вот именно горизонтальных связей блокчейнового сознания? Блокчейнового, скорее, не сознания, а даже действия. Даже, вот почему я с начала разговор, с того, что для ответственности всё равно должна быть какая-то цель, понятно, к чему вы идёте. Вот, как ни странно, но я даже считаю, что такой институт, как брак, он также невозможен без общей цели, без общей проговорённой цели. Разговор о том, что, ну вот же, любовь связала, людей свела, Бог благословил. Всё действуемо, пока вы живёте на этой волне эмоций. Как только у человека меняется, так сказать, эмоциональный план под какими-то, так сказать, влияниями, да, то сразу же становятся банальные вещи, да, типа, а почему мы вместе? Почему я должен общаться с этим человеком, да? И у вас сразу же тогда вырисовывается как раз вот этот план, по которому вы находитесь вместе. Ну, прежде всего, дети, да? То есть, как бы, это самый главный, я считаю, что самый главный проект в браке – это рождение и воспитание общих детей, да? То есть, как бы, это сразу же объясняет, почему мы должны притираться, иногда даже ругаясь, сходиться вместе, потому что у нас общий проект, ну, грубо говоря, вот, как этот совхоз. Я могу со всеми переругаться, я понимаю, что я должен договариваться, потому что я не могу развалить совхоз, и он там, чтобы он ушёл к другим, да? Вот, это А. И Б, я считаю, что очень важно также профессиональные интересы общие, да? Вот, поэтому я со своей супругой, к примеру, то же самое пытаюсь как-то заниматься общими проектами, да? То есть, она певица, я типа продюсирую, да? Третья вещь идеальная, конечно, это общие религиозные воззрения. То есть, это, как бы, тоже один из, как сказать, проектов, которые помогают людям находиться вместе. Но, но, не обязательно, что они все устраиваются вместе. То есть, если у вас есть хотя бы один, как бы, такой серьёзный общий проект, он вас, по-любому он вас завяжет. Ну, грубо говоря, опять же, модель, там, я не знаю, колхоза. То есть, человек, может быть, ваш партнёр неверующий, вы не обязательно с ним должны, там, от него рожать, или с ним рожать детей, да? Как бы, не обязательно должны, там, я не знаю, играть так же на гитаре, как и он. Вот, но сам проект, он вас держит. Если вы к этому плюс играете на гитаре, плюс исповедуете ту же религию, плюс у вас общие дети, то есть, это цемент, понимаете, да? Вот, но, опять же, если какого-то фактора нет, то всё равно этот человек находится в вашей общине. То есть, и всё равно, то есть, как бы, если вы религиозный человек, всё равно тот факт, что человек с вами нашёл общий язык, тот факт, что он находится с вами, как сказать, в отношениях, всё равно есть в этом религиозная связь. То есть, говорит о том, что всё равно есть в нём какой-то залог того же морального кода, тех же интуиций, скажем так. Ну, опять же, религия тоже эволюционна. Она же тоже, грубо говоря, не сразу с Богом на ты. Леонид, получается, вы постулируете завершение истории религиозных общин как таковых и переход общинности в какую-то сверх- или пострелигиозную фазу. Когда община не требует догматического единодушия, единомыслия между всеми ее членами, ну, допустим, с вами у меня такое есть, единодушие, но в нашу общину входят и буддисты, и католики, и мусульмане, и иудеи, с которыми мы не можем даже совместно помолиться внутри этой общины. Это другая вещь, я считаю. На смену традиционным религиозным общинам приходит гражданская община. Да, это другая вещь, да, вот я так попросу, может быть, продолжению, так сказать, своей статьи последней о религии, о богословии религии. Ссылка на которую будет в описании. Вы можете прочитать эту статью. И, в принципе, манипуляция, так сказать, она на чем базируется? На словах Иисуса Христа о том, что все будет едино. Да, будет все едино. И в итоге люди пришли когда-то, я, к сожалению, не историк, вот когда-то они решили, что будет всё едино, это обязательно молиться вместе, обязательно причаться вместе. Большевики бы ещё добавили, ещё нужно женами делиться вместе. Ну как бы в Библии так написано, ещё в Ветхом Завете Бог открыл это еврейскому народу, чтобы он не соединялся с другими народами в обрядах своих, ну можно много мест из Ветхого Завета процитировать, где строго-настрого запрещается смешиваться с другими народами. Почему я вот в предыдущей программе говорил о логике? Вот, логика, то есть как бы Библию, Евангелие, то же самое нужно читать с точки зрения логики, с точки зрения, как сказать, в данном случае с точки зрения контекста. То есть нельзя сказать, что, допустим, что Бог, то, что Он скажет мне, к примеру, Лёня, там, пойди подарить цветочек там на Светлане, да, что это распространяется на всё человечество. Какие-то, я говорю, вещи, да. То есть понятно, что у Бога есть общее обращение, так сказать, ко всем людям, у Него есть общее обращение, там, ко всему универсу, у Него есть обращение к нации, у Него есть обращение к человеку, да. То есть когда мы читаем Библию, допустим, то есть мы тоже должны уметь разделять, где Он обращается просто к еврейскому народу, да, и пытается его как бы выделить, сформировать, оформить для какой-то миссии, да, грубо говоря. И где Он обращается ко всем людям, вот. То есть это не одно и то же, вот. Соответственно, когда вот все эти постулаты, где там не общайся с этим, не общайся с теми, не общайся с этими, то есть Он их выделяет. Ну при этом, что Он хочет, хотите сказать, что Бог считает, что вот там человек, который не был евреем, он был не человеком, то есть или он был не творением Бога, или Богу было, грубо говоря, пофиг. Ну понятно, что у нас в христианстве это принято духовно толковать. Нет, я об этом и говорю, то есть нужно понимать, что какие-то вещи, да. Нельзя размывать религиозную идентичность. А я не говорю, что в том-то и дело, конечно, наоборот. То есть вы не должны ее, как сказать, размывать, уничтожать, но это вам не мешает выстраивать дружеских отношений. То есть и добудьте все едины, не обязательно, что вы должны все вместе причастаться. Это не значит, что вы должны все вместе молиться, и это не значит, что вы должны делиться с женами, как у большевиков было. Вот это все-таки блокчейновое сознание и строение, и взаимодействие вырастающее из этого, оно антагонист вот этого иерархического устройства общества, иерархического управления? Оно не антагонизм ничему, оно исповедует только одну вещь, прагматику. То есть там, где нужна иерархия, то есть как бы общество принимает, оно не борется. То есть она не считает, что она не пытается... А в блокчейне где-то нужна иерархия? Ну в какой-то, я не знаю. Как она там работает? Ну я не знаю, какие-то формы, ну вот допустим, то есть блокчейн, что он подразумевает, что мир очень разнообразен. Допустим, если мы там посмотрим, как живут львы устроенные, они будут отличаться там от устройств, я не знаю, каких-то морских котиков, к примеру, да? Или как птицы, они будут отличаться, вот у них же тоже социум у всех, да? То есть как бы там птицы, они будут отличаться там от пчел, к примеру, устройства, да? То есть он бы, блокчейн просто пытается как бы наладить связь там между пчелами и птицами, к примеру, да? То есть создать, как сказать, даже не параллельные общины, а общины, которые пронизывают вот эту вот как бы реальность, и в итоге их соединяют через дружеские отношения, понимаете, да? То есть, соответственно, если в вашей общине там будет человек, который, допустим, посредством которого наш общий, как сказать, друг, при этом вы, так сказать, одной ментальности, я другой, но вот этот друг, он будет скрепляющим моментом, да? Вот сейчас, как очень странно, часто, вот я в Фейсбуке, знаете, вот там, ну, что-то нужно, там, нужен такой-то там, какой-то там человек, вот. Даже сейчас я просто вот историю там, как я вот, мы создали фильмы, ну, я их часто создаю документальные, и историю русского балета и русской оперы, вот. То есть я решил, что все, на госканалы размещать ничего не нужно, потому что никто не смотрит это, вот. И что нужно идти на киноплатформы, типа как ОКО, как Кинопоиск, вот эти ИВИ, вот. Везде разместила одна киноплатформа, то есть как ни, нет ни телефонов, ничего. То есть, как бы, кто главный директор? Директор такой-то. Смотрю в Фейсбуке, сразу, у вас три общих друга, вот. Вбиваю там общий друг от, то есть, как бы, опять же, общий, не общий, то есть, как бы, виртуальный друг, не виртуальный, то есть, ну, как бы, шапочный, просто пишу. Ты такого знаешь, такого, конечно, я там сейчас свяжусь, все. Там, через завтра мне позвонили. То есть, это вот, вот это я называю, как бы, блокчейнного сознания, да. То есть, если бы я был бы закрыт, там, в своей, как бы, общинности, вот, в традиционном смысле, то есть, у меня никакой бы не было возможности, там, ни с кем скрепиться, только вот покайся, приди, двумя перстами начни крестись, и тогда будем все едины. Но это нереалистично, а, невыполнимо, б, и противоречит устройству мира в том виде, в котором мы являемся. А может, у меня быть двойная общинность, скажем? У вас общинность только ваша. Я идентифицирую себя в каком-то отношении как член религиозной общины, в других отношениях я себя идентифицирую с этим кругом друзей, сформированным не по религиозному принципу. У вас общинность только одна, в том-то и дело, что у вас община, вы глава своей общины. Но, ну, грубо говоря, там, сейчас сложно сказать, потому что сейчас там Facebook добавляется кого угодно. Но вот это, к примеру, если бы вы бы только добавляли людей по принципу друзей своих или, да, то есть, я мог бы примерно понять вашу общину, там, по Facebook, да, то есть, из кого она состоит. И она бы состояла из совершенно разных бы людей, но при этом эти люди как бы к вам стекались, и вас видели вот такое объединяющее, как сказать, начало, да. И ваша община, она вот уникальна. В этом как бы блокчейн, да, то есть, как бы блок, он, он, он как бы идентификатор, его невозможно ни с кем спутать, знаете, да, он как бы дает, как бы, идентичность вещам. Вот, и в этом смысле вот ваша община, это только ваша. Вот она уникальна, она как, как сказать, как, как отпечатки пальцев. Ну, как я сам. Да. То есть, это продолжение меня самого. То есть, вот уже другой человек, у него обязательно там на одно друга будет больше, на одно меньше, понимаете, да. Вот ваша общинность, это ваша идентичность. Такая же, как ваш геном, такая же, как ваши персональные отпечатки пальцев. И вы, каждый человек, глава своей общины. Потому что вот в его общину входит только вот именно, не, они могут быть похожи, ну, вот именно такой, как сказать, ряд друзей. А вот в этом, вот в этом мире, который вы обрисовываете, цифры, количество подписчиков, количество просмотров, они какими-то являются маркерами, указывающими на твою там вот эту вот репутацию. То есть, именно статус общины, то есть, ваша община более крутая, а моя более скромная, и я поэтому устраиваюсь. Нет, нет, вот в блокчейновом сознании нет таких абсолютных понятий, что ваша более крутая, более моя, относительно чего, понимаете, да. Вот я говорю, что вот, как вы сказали, перед этим, да, вот мои взгляды, то есть у каждого своя мера, грубо говоря, социальных ценностей. Вот для кого-то там бы сказал, что вот я иллюзор, да, кто-то бы сказал, да, вот ты ведешь, у тебя такие возможности, там, связи, ты мог бы там пойти в политику, там, о, почему-то там не миллиардер, например, да. У меня вот такая уникальная система ценностей, понимаете, да. Для кого-то системой ценностей является, чтобы у него там было 150 тысяч просмотровщиков, да, для кого-то, чтобы был там один, например, да, кто-то там, у кого-то много друзей, у кого-то всего лишь один человек, да, то есть, как бы, числовой, количественный и даже качественный показатель, он не является абсолютным. Вот, и в этом смысле, это в этом и христианстве заключается, да, то есть, в этом смысле, вот, почему Иисуса Христа не могли понять. То есть, они считали, что он совершенно, у его подход к оценке реальности совершенно не похож с общим принятым. То есть, для него там проститутка имела ценность, а святоша, он вообще для него не имел никакой ценности. Ну, подавление, Леонид, это же был как раз слом шаблона, о чем сейчас? Вот это и есть блокчейнное сознание. Ну, блокчейнное сознание, это как раз то, что привлекает внимание. Вот в сети, когда все проникает во все, и где-то возникает какая-то активность, которая привлекает аудиторию. И туда идут рекламодатели и говорят, дай-ка я в твоем блоге размещу там рекламу. Почему? Ну, у тебя же там есть активность, у тебя там есть люди. И вот это, вот про что вы говорите, там Христос в свое время, он именно таким способом привлек к себе внимание и привлек к своему учению внимание, как и сейчас, вот в том самом варианте, о котором вы говорите. Если посмотреть Христа, да, на самом деле, вот я говорю, что вот про ценности, вот Христа как человека, к примеру. То есть у него не было совершенно ценности, там, как бы количество подписчиков. То есть это уже была ценность его учеников. Вот, и он умирал очень, как сказать, ну, иллюзером, можно сказать. То есть у него не было, ученики разбежались. То есть даже его все три года там проповеди, но они в итоге не принесли никакого, опять же, в социальном плане никакого результата. Он не написал. В промежутке времени. Ну да. В том самом, который вы говорите. Я об этом говорю, что если оценивать Христа как человека, как его, вот, как сказать, ну, вот, как личность, вот, родилась, умерла, да. То есть он там не написал ни учения. То есть он просто вот проповедовал, говорил, да. То есть для него вот ценностью было это. То есть у него не было ценности, там, кого-то мега-обратить, да, там, весь мир там. Искоресить, и там, всех заставить подписаться на его страничку, да. То есть это уже было дело его учеников. И то, вот, мое мнение, что там... Ну и то, это было не самоцепие, просто так. Нет, нет, и то, я считаю, что вот 11 учеников, они тоже ни к чему не привели. То есть как бы в итоге то христианство в плане масштаба, это сделал ученик, который вообще никогда не видел. Павел. Вот. Поэтому вот даже в этой общине, да, то есть мы видим вот как бы вот в чем блокчейн. У всех у них разные даже ценности. Социальные. А скажите тогда, да, вы натолкнули на такую интересную мысль, что как бы интерпретация, она разбивает ту самую даже стройную логику, которая, по сути, не настолько уж эффективна. Если Павел организовал, не будучи лично знаком с Иисусом, такое массовое движение, проинтерпретировав его через свое там... Именно. Да. Через свою ценность. Через свою ценность. Ну, это очень интересная мысль, об этом стоит подумать. Вопрос все-таки у меня, наверное, еще один такой. Насколько блокчейн, блокчейновое сознание и демократия между собой вот, ну, близки и как они... Ну, это одно и то же или нет? Демократия – это также концепт, который все по-разному понимают, да, то есть как бы в этом одна из проблем взаимоотношений между людьми, что они сразу договариваются о формулировках. Потому что очень часто те же самые формулировки буквально там в течение года... Даже о процедурах не сразу. Буквально там в течение... Ну, вот как, допустим, слово «либерал». То есть это ругатель, знаешь, или положитель. В зависимости, что ты имеешь в виду. У нас, да. Не, в зависимости, что ты подразумеваешь. То же самое демократия, да, что мы подразумеваем? То есть если мы подразумеваем под демократией прямое волеизъявление человека, вот, и то, что каждый обязан с этим волеизъявлением вот постоянно считаться, да, и в этом христианство, в этом как раз все христианство, да, как бы человек, он судится каждой секундой своего волеизъявления, да, не то, что он 20 лет назад, что он был православным тысяча лет назад, то есть в данную секунду времени, т.е. твоя воля изъявления в каждую секунду, то блокчейн помогает в каждую секунду времени воле изъявлять. То есть если у нас демократия подразумевает просто выборы, когда-то там сделанные, то есть они сделанные, а почему человек не может менять своё мнение по всём. Я к чему говорю, что это даже о православии, о христианстве. У нас происходит институализация христианства, причём не только русская церковь, а католическая. Католическая, любой. Грубо говоря, вот вы сейчас можете быть православным, а через секунду вы неправославные, а потом вы опять православные. То есть вы не можете только сказать, вот мы кого-то там избрали 10 лет назад, вот он лидер, так сказать, потому что мы его 10 лет назад избрали. Но кто избирал? Во-первых, люди уже тогда поумирали. Тогда люди по-другому верили. А блокчейн помогает в каждую секунду времени определять, кто ваша аудитория, кто в вашей общине жив-здоров, как они думают и что они думают на того или иного персонажа. Вы говорите о другом виде демократии. Я не говорю о другом виде. Я говорю, что нужно понять формулировки. То, что вы сейчас описали, это демократия представительная, когда ты передал какие-то свои полномочия, и дальше ты уже этот человек от твоего имени дальше с кем-то согласовывает твой интерес. А блокчейн вы постоянно избрали. То есть демократия участия. Постоянное участие в согласовании. Постоянно видно ваше мнение. И состав аудитории. Грубо говоря, допустим, там... Это, знаете, вот как бы... Нет, причем это не проблема, только я не говорю про Россию. Про весь мир. Хорошо. Это проясняет... Естественно, когда, допустим, Англия голосовала за Brexit, то есть как бы был у них референдум. И вроде бы, как я опять же слышал, что за Brexit проголосовали из-за того, что много находилось там каких-то туристов в это время. И наоборот, англичане где-то там были в это время. Понимаете, да? То есть как бы вне Англии и так далее. И в итоге там разница в несколько тысяч голосов, то есть она предопределила, что они идут, так сказать, на разделение с Европейским Союзом. Так вот, если бы была технология воплощена блокчейна, где каждый человек, независимо гражданин, независимо где он, и в постоянном режиме он изъявляет, и есть понятное, так сказать, его мнение, то никаких коллизий, связанных там с фальсификацией, с не так понял, вот, или потом передумаем, оно было бы невозможно. Вот, блокчейн, он позволяет, причем во всех институциях, включая и церковь, то же самое. Вот, допустим, избирают лидера. То есть они избрали его, допустим, там 10 лет назад, или там 5 лет назад, а сейчас, то есть увидели, что этот лидер совершенно не тот, кто из себя представлял, да, то есть как бы состав церкви поменялся, то есть как бы демографический, там, я не знаю, возрастной и так далее. То есть есть прямое изъявление, что народ может говорить, то есть по этому изъявлению видно, то есть мы не хотим этого, чтобы был епископ, или этот должен был быть епископ, или мы хотим такого устройства. То есть если бы рейтинг падал, например, условно говоря, этого лидера, то он автоматически мог бы быть лишен права управления. Да, причем рейтинг, он как бы не абстрактный, знаете, где-то там опросы, кто проводит. Но ты напрямую как бы говоришь. То есть напрямую, допустим, да, что есть же системы там наших аватаров на тех же госуслугах, да, то есть, к примеру, понятно, что это не подконтрольный, да, а если вещи вот как раз блокчейн, он подразумевает не подконтрольность какому-то институту, да, чтобы институт не манипулировал, а прямое волеизъявление, да, и всегда можно проверить. Но это по сути кто подтвердит, что именно ты голосовал, выбирал, волеизъявлял. Как в блокчейне аутентификация происходит? Есть все-таки какой-то институт, который гарантирует мою тождественность самому себе, чтобы никто не выступал под моим именем? Да, ну это для этого, не, ну я считаю, что очень много для этого технологий, да, но я вот, вот мое личное мнение всегда, и как христианина, да, то есть я считаю, что не должно быть ничего анонимно, вот, то есть как бы это вот как раз позиция Иисуса Христа, да, что я ничего не говорил тайно, я всегда говорил, так сказать, в окружении людей и ничего не скрываю. Здесь то же самое, то есть я против, допустим, анонимности интернета, вот, ну нет, не анонимности интернета, то есть нет, анонимно, то есть я против анонимности воли и заявления, вот, человек должен вот так же, как вы не можете анонимно решить, женитесь вы или нет, понимаете? Это очень интересная, кстати, тенденция, да, такая, когда сейчас голосовали многие за поправки в Конституцию и фотографировали свои бюллетени и выкладывали. Но они с другой целью. То есть это должно быть, да, это должно быть, всегда должно быть оставаться, я считаю, что на госуслугах, к примеру, да, если госуслуг, опять же, не подконтрольный как-то государственный, то есть человек вот-вот, то есть ты хочешь посмотреть, кто когда голосовал и какое твое сейчас мнение, да, что это всегда можно, чтобы это было видно. Для того, в чьих руках речь. Совершенно верно. Для русской культуры это источник дополнительных страхов с русским историческим опытом. Да, но я считаю, что, конечно, общество должно вот, оно рано или поздно придет к какому-то осознанию, что необходимо создавать какую-то лигу, назовем это, безопасного интернета, то есть как бы на базе ООН или на базе каких-то подкройных, потому что, опять же, это не только касается России, да, ну вот, допустим, то же самое, что они сделали с Трампом в Твиттере, да, ну, то есть на мой взгляд, не, опять же, это допустимо, если это моя частная компания, я могу, грубо говоря, вот исключить из моих друзей, да, там вот, никто мне не может запретить там кого-то забанить, то есть я считаю, что он неправильно ведет, да, но, опять же, если это уже становится политической моделью, то есть если, как сказать, демократия становится цифровой и блокчейновой, да, то есть ты уже не можешь просто сказать, вот мне там кто-то не нравится, и поэтому я его там отключаю, да, то есть тебе нужно учитывать каждый голос, вот, и каждый голос, чтобы имел возможность как бы высказаться, ну, и, опять же, здесь обратно ответственность, вы говорили про ответственность, я считаю, что, прежде всего, когда происходит политическая воля и заявление, не должно быть анонимности, то есть человек должен, то есть, ну, да, выбирают тебя вот меня преследовать, ну, ты должен знать, что, грубо говоря, вот быть готовым, так сказать, вот к такому воле и заявлению, да, если я говорю, что это моя жена, я должен уметь сказать всему окружению, что я выбираю эту жену, а не там не тетю там, я не знаю, из другого подъезда, вот, и здесь, прежде всего, я считаю, что цифровой аватар, он обязательно появится, вот, цифровое членство в церкви, рано или поздно, обязательно появится, обязательно, вот, если бы вы хотели поговорить о цифровизации церкви и как это все изменится, потому что сейчас происходит манипуляция непонятными цифрами, то есть, когда нам выгодно, у нас миллионы, а когда нам выгодно, что все это не церковные люди говорят. И все это решает один святейший патриарх. Нет, когда выгодно, там, что-то проломбировать, вот, миллионы православных, там, сто миллионов православных так считают, а когда миллионы начинают говорить, они начинают говорить, что вы все не церковные люди. Всегда в завершении программы, всегда вы какой-то… Наши бабушки пройдет, насколько ваших бабушек, то есть… Новую интереснейшую тему подбрасывает. Здесь только должен быть цифровой аватар. Наверное, Александра, прошу тоже, может, последний вопрос завершать. Хорошо. Ну, то, что вы сейчас сказали, это отдельная тема разговора, она очень весьма интересная, наверное, надеюсь. Ну, если я могу задать только последний вопрос, он не должен быть слишком глобальным, широким, хотя у меня был и широкий вопрос, но это для следующего нашего интервью оставим. Значит, узкий вопрос звучит так. Все-таки всю свою историю, включая эпоху государственной церкви или эпоху гонений до императора Константина, христианские общины существовали по территориальному принципу. У нас даже в канонах в книге правил написано о граде. Такие понятия есть, как полис, вокруг которого организуется церковная жизнь. Значит, понятно, что теперь ни о каких канонических территориях речи быть не может в условиях блокчейна. Означает ли это, что вообще уходит в прошлое вся модель там поместных автокефальных церквей, епархий, приходов, пастырской ответственности за какую-то определенную территорию? Вот, получается, мы должны очень глобально переосмыслить, какие инструменты приходят на место вот этих вот отживших свой век. Или все-таки некая декорация как дань историческому прошлому останется в виде автокефальных церквей, национальных каких-то церковных культур и так далее? Я считаю так, что все зависит от того, как будут развиваться технологии. Если они будут развиваться, и что им не помешает так, как сейчас, то да. То есть понятие канонических территорий, оно просто... Ну не то, что их кто-то запретит, они просто потеряют весь смысл. Если, грубо говоря, мировое правительство последует призывам Германа Серликова и отключить электричество везде, то, наверное, мы будем более, так сказать, канонически территориальными, то есть как бы опять все вернется на круги своя. То есть я что хочу сказать, что даже вот вся эта терминология, которая вы говорите, которая хорошо описана, записана в каноническом праве, она имеет, так сказать, технические, технологические мотивы. Вот. Дело в том, что само понятие вселенская и кумена, да, то есть это политический термин, связанный с теми технологиями, связанные с местом развития... С империей. С империей. То есть связано с развитием кораблестроения, то есть как бы перемещения людей, то есть связанные с караванами торговыми и так далее. Как только меняется технология, сразу же меняется и человеческий менталитет, да. Вот сейчас все мамочки начинают кричать, что их дети сидят много в ТикТоке, и что сейчас дети общаются между собой посредством телефона, что вроде бы даже они не общаются, а сидя рядом, да. Ну это вот человеку, который вырос в других технологиях, это кажется просто безумием, да, но представить, каким будет мир сто лет, через сто лет, если эти технологии будут, как сказать, развиваться по нынешнему направлению, да, то то, что мы сейчас видим, это будет казаться слишком устаревшими вещами, да. Вот то же самое все касается и церковного устройства. Если технологии будут развиваться, то все нынешнее восприятие церковной действительности, и оно останется как в фольклоре, да, то есть оно останется в виде, ну допустим, в виде сказок. Знаете, многие наоборот видят ценность этого устроения в том, что это единственный островок, который не поддается как бы глобализационному такому, унификационному влиянию этих новых технологий, что есть люди, которые не хотят становиться одинаковыми со всеми остальными людьми, и поэтому они спасаются на этом островке. Если есть возможность, это знаете, это как... Да, это все равно, что как сказать, ну вот я хочу быть как прекрасно, что в это же время, когда писались каноны, что вот были отшельники, да, пустынники. Вот, а сейчас, если вы захотите это, как сказать, реализовать, да, на тех же территориях, к примеру, там, в Египте или в Палестине, да. Да, даже в тайге это... Даже в тайге, да, ну во-первых, вся земля кому-то принадлежит, да, то есть как бы тебе нужно ее, во-первых, купить, оформить себе, то есть если ты ее купишь на себя, соответственно, ты уже не являешься монахом, потому что у тебя не должно быть собственности, да, то есть ты никуда туда... То есть уже технологии, они, как сказать, уже нарушают современный православный уклад, да, то есть они уже... Мы живем, но при этом появляются пустыни, куда можно убежать, да, то есть это как раз цифровые пустыни, да, то есть как бы там ты можешь оказаться в любом, так сказать, клабхаузе, то есть как бы в любой, так сказать, своей общине, вот я говорю, блокчейновой, да, и создать свой маленький уголок, вот свой скид, грубо говоря. Вот, то есть я к чему говорю, что идеология осталась, форма меняется, вот. То, что так же касается и церкви, то есть как бы понятно, что христианство останется христианством, то есть понятно, что догматика, там, богословия останется то же самое, Но все то, что является политическим, техническим, оно за ненадобностью все отпадет. Когда старобрячество было против паспортов, ну не только старобрячество, православное движение 100 лет назад, вот когда они только появлялись, это аргумент мог бы быть. То есть когда через 100 лет после этого все понимают, что зачем мне отказываться от паспорта. Или прививки, ты можешь отказаться от прививки и всей общиной умереть, как и происходило опустошение старобряческих общин в начале 20 века, когда они отказывались от прививок, при этом открывались, заносилась инфекция и все вымирали. Соответственно, мир, технологии, они привносят новые формы социального устройства. Церковное устройство в том виде, в котором оно сейчас, это одна из форм социального устройства. Социальная адаптация. Социальная адаптация, да. То есть как бы все зависит от технологий. Если это будет история как с Вавилонской башней, и в итоге все вернется, так сказать, первобытному устройству, если реально там будет атака, электричество, все это полетит в серверы, да, за две недели очень быстро все вернется. Я в этом ключе всегда говорю так, чем отличается человек от животного? Скажите, чем отличается человек от животного? Адаптируемся. Вы как ответите? Я вам поговорил, поэтому вы знаете, да? Ну, я так как бы традиционно считаю, что он отличается словесным даром. Да, вы так скажете. А я отвечаю так, что человек от животного отличается двумя неделями. То есть если человек две недели, вы не поедите, у вас ничем ваши привычки, они не будут отличаться от волка. То есть у вас... Но большинство людей, по крайней мере. То есть у человека сразу же происходит это, то есть ему нужно выжить, то есть он как бы должен побежать съесть, загрызть кого-то любого. Понимаете, да? То есть я к чему говорю, что технологии, они с одной стороны нам дают защиту, с другой стороны, если что-то произойдет с боем, то за две недели реально мир способен вернуться к первобытному уровню. То есть, грубо говоря, у вас просто отключить электричество, то есть перестанется подача воды, перестанется доставка топлива, все встанет, и люди сразу же займутся базовыми биологическими вещами, просто где съесть, где ограбить, да? И сразу же произойдет очень быстро, очень быстро забывание вот этих знаний, возврат к первобытному общинному строю, скажем так. То есть в этом смысле, опять же говорю, со смирением. То есть я говорю, что технологии, если будут развиваться, они изменятся. Если произойдет сбой в прогрессе технологий, то, конечно, ничего, как сказать, не поменяется. Или наоборот, еще более архаичным станет. Как бы так. Ну хорошо, на этой замечательной ноте мы подводим черту под второй часть интервью с Леонидом Селастьяновым, главой Всемирного союза староверов. Очевидно, напрашивается и третья часть. Так что, дорогие зрители, остаемся на связи. Ждите нас в эфире вновь. Спасибо вам за внимание. Спасибо, Христос. Всего доброго. Пишите комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok